Итак, вы, наверное, уже все знаете о карантине и, наверное, все к нему подготовились. Или не подготовились. Если вы до сих пор еще не подготовились, помните, вам для вашего бизнеса не нужны маски. Хотя для сотрудников ваши, конечно, не нужны. Но бизнесу маски не нужны. Нужно, если ваш сайт работает в интернете, его нужно обязательно подготовить. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SeoQuick. И я расскажу про свежий обзор прессы, что произошло в поисковиках, как они рекомендуют подготовить свой сайт к изменившимся ситуациям, связанных с пандемией коронавируса. В частности, как повлияла пандемия коронавируса на работающие бизнесы. И здесь мы немножечко пройдемся по всем темам. И, возможно, это вас коснется. Учтите, я постараюсь ролик разбить по блокам, где будет обозреваться каждый пункт. И уделить внимание каждому из них. Это обзор прессы, как пережить пандемию коронавируса. И как подготовить свой сайт к изменениям в поисковой выдаче. Потому что это коснется в первую очередь их тоже. Итак, мы решили зайти на Search Engine, посмотреть, что свеженького они нам опубликовали. И обратили внимание, что Google решил добавить поддержку разметки для сообщений на тему COVID. То есть мы можем перейти на сам твит Google Webmaster и посмотреть на него в целиком. Посмотреть, собственно, что он говорит. По поводу предложения добавить ту самую необычную микроразметку для аннаунсментов. Если мы перейдем по этой ссылочке, мы увидим, что есть специальная информация на английском языке. Предупреждаю. То есть, конечно, вы можете легко нажать перевод, перевести. Правда, перевод будет ломаный, но это не так важно. И здесь, собственно, вы можете увидеть, на что влияет руководство карантину, ограничение на поездки. То есть для разных видов контента пригодятся разные виды микроразметок. То есть, например, если мы переведем, посмотрим, да, то есть если у вас есть центр сквозного тестирования, допустим, вы медучреждение. Или, допустим, вы говорите, что у вас есть ограничения на поездки, если вы, допустим, транспортная организация. Или у вас есть какой-то руководство по карантину, и вы являетесь общественной организацией. И, допустим, если у вас изменяются торговые часы, и появляются какие-то ограничения. Или вы, допустим, действительно публикуете эту самую статистику. то, конечно же, да, вам удобнее будет однозначно все эти вещи разметить правильно. И для этого он тестирует новую микроразметку Spational Announcement. Вот если мы перейдем на перевод нашу статью, собственно, на которую я смотрю, они говорят, что выйдет скоро эта микроразметка. На текущий момент, даже если вы пытаетесь ее проверить через утилиту, Spational Announcement выдает ошибку. То есть сама она является пока еще не адаптированной в самих сервисах Google, но они ее тестируют, это значит, что вы ее уже можете добавлять. Это даже если вы будете видеть ошибку, это нормально, но контент вы свой сможете подготовить. Учтите, карантину как минимум еще месяц с момента публикации этого видео. Это мы в этом уверены точно. То есть и мы можем сказать, что он продлится во всем мире очень долго. В микроразметка Spational Announcement можно зайти по ссылочке, будет внутри видео в описании, как она ставится, я все это детально распишу и скажу, где ее взять и как ее поставить. Вашим программистам обязательно рекомендуется ее внедрить. Вот, допустим, мы посмотрим, какие микроразметки здесь есть. Это, собственно, убежище. Ну, допустим, если у вас есть места, допустим, для организации карантина. Окей. Для правительственных сайтов. Я думаю, бизнесменам вряд ли это будет интересно. Медучреждениям, да, допустим, где идет тестирование, да, то есть для разработки. Нужно сделать объявление. Или, допустим, у вас сайт, связанный с школой, и она закрывается. Есть отдельное School Closure Announcement. Можно зайти, посмотреть, как она ставится и сразу, собственно, увидеть, как она выглядит в коде. И вот как она выглядит уже в микроразметке, в том виде, как она размечена. Едем дальше. Гайдлайны. Те самые инструкции. Вот, можно написать конкретную инструкцию, допустим, как поступать в случае карантина. И вот эти инструкции нужно тоже очень правильно разметить. Большая достаточно разметка, разбитая по времени. Я рекомендую всем зайти, ознакомиться с ней. Также мы обратили внимание, что Bing сделал то же самое. Bing тоже создал Special Announcement схема и рекомендации по ее установке на ваш сайт. Сама Special Announcement появилась уже доступная непосредственно на схеме.org. Возможно, она и была доступна ранее, но мы на нее не обращали никогда внимания. На самом деле, действительно, мы узнали о ней только сейчас. Но, как мы видим, что она дорабатывалась благодаря действительно пандемии коронавируса и готовности к изменению выдачи. И вы можете зайти, посмотреть все, что здесь есть по этой микроразметке и все данные, которые вам нужно взять. Смотрите, она позволяет разметить все данные. Но поисковик рекомендует размечать для зависимости от типов страниц разные данные. Поэтому саму Special Announcement мы смотрим, но в зависимости от типа страниц, смотрим, как она реализуется в примерах, согласно поисковика. Я бы ориентировался на Google, пока Яндекс пока еще по этой теме ни слова не сказал. Надеюсь, скажет в ближайшее время. Но микроразметку Special Announcement ставим уже сейчас. Если вы не знаете, как ее ставить, обратитесь к нам. Мы поможем определить типы страниц. Если надо, создадим нужные страницы, допишем нужный контент и разметим этой специализированной разметкой Special Announcement. И на этом, собственно, переходим к следующему материалу, который тоже очень важен для того, чтобы адаптировать свой сайт к действительно изменению типов, как бы изменению в бизнесе. А как же быть сайтом, который, ну, не занимается там просветительской деятельностью или является образовательной организацией, но им нужно сообщить Google, что, допустим, они связаны с событиями. Например, это концерты или там туроператоры и тому подобные вещи. Как им сообщить действительно, что у них что-то изменилось, допустим? Либо у них переносятся сеансы, либо они отменяются. Как это сообщить поисковой системе, что действительно их нужно выкинуть из выдачи, либо изменить, либо сообщить по новой, что они изменились. Google обновил следующий тип микроразметки, который назывался события. Напоминаю, события находятся в нашей той же самой странице, которую мы изучали. Структурированные данные, справочные материалы, как вы видите. Вот этот самый ивент, он находится здесь и он не переведен. То есть вы заметите, что он на английском. Им логично, они его переписывали и обновляли, поэтому доступная страница еще пока не может быть не переведена на русский язык. Вы должны это в этом понимать. Поэтому и здесь вот очень важно, вы увидите, что 17 марта они ее обновили. И здесь появились новые поля. То есть они поменяли event status, event attendant mode и previous start date. Вы если перейдете, вы увидите, что изменилось. То есть если event status changed, то есть если он изменился, не удаляйте start date. Start date должен четко понимать, что это уникальное событие, что оно уже было. То есть start date менять не нужно. И здесь появились, собственно, какие пункты поменялись. Event canceled. То есть если вы отменяете событие, то есть вы говорите, что у него был start date такого-то числа, но оно canceled. Move it online. То есть что оно переведено в онлайн. Например, у вас планировалась оффлайн встреча и вы ее переводите онлайн. Это тоже можно сделать через этот метод. Postponed – это, если не ошибаюсь, перенесенное на следующую дату. Rescheduled – это измененное. И scheduled – отложенное. Если не ошибаюсь, так. Собственно, давайте мы вместе проверим. Почему бы и нет. Да, Rescheduled перенесено на поздний срок. Это на позднюю дату, но дата неизвестна. Да, точно. Вот, собственно, по этому поводу, да, за постпоунд. Это когда она переносится и переносится на более поздний срок. И, собственно, на это следует вам обратить внимание, когда вы будете изучать. Вот, по поводу пунктов Previous Start Date. Если дата запланирована до начала события, если событие было перенесено, то же здесь обновилось. Можно посмотреть примеры здесь, сразу увидеть, как оно оформляется. И я рекомендую всем веб-разработчикам обратиться к этой справке. И в зависимости от того, как изменились даты событий, сделать соответствующие изменения. Как в контенте страницы, так и в микроразметке. Если вы этого не сделаете, поисковик, возможно, неправильно будет показывать вас в списке событий, которые может выводить в специальном разделе выдачи. Окей, а давайте коснемся тех видов бизнеса, которые закрылись. Ну, на время карантина. Что им нужно делать? Ведь по факту к ним могут звонить, обращаться. А в Google мой бизнес, они их пишутся обычное время работы, что они открыты. И, говорится, люди могут приходить, видеть закрытую дверь и не понимать, что происходит. Кстати, это то, о чем нужно в первую очередь позаботиться. Зайти в ваш Google мой бизнес, в свой справочник и внести соответствующие изменения. И какие изменения, я сейчас, конечно же, хочу вам показать. Сначала зайдите на ваш сайт Google мой бизнес. Ссылочка на Google мой бизнес будет внизу в описании, если вы, конечно же, этого не делаете. Google мой бизнес, конечно же, позволяет сейчас сделать очень многие вещи. И давайте посмотрим, что мы можем сделать. Как мы увидим, что функционально сейчас могут быть сбои, но об этом предупреждают. И, конечно же, мы увидим, что появилась такая приписка, коронавирус, COVID-19. Сообщите клиентам об изменениях в работе в связи с COVID-19. И, конечно же, мы сейчас создадим эту самую запись. Единственный момент, что мы уже создавали подобную картинку, мы сейчас создадим похожую. То есть мы сейчас откроем нашу предыдущую запись. И так, мы, конечно, попытаемся это сделать, но вот мы сейчас сохраним картинку эту и просто ее еще раз повторим. Так, вот есть. И создадим сейчас нашу новую акцию изменения в связи с COVID. То есть мы вот так вот выбираем, что напишем «Добрый день». Наша команда SEO Peak работает, как и раньше, вне зависимости от карантина. Все сотрудники работают удаленно. И на заказы компании, на выполнение работ компании это не повлияет. Все. Вот мы просто отпишем кнопочку. И, допустим, мы можем заказать. И повести, допустим, на нашу услугу. SEO Quick. И, допустим, на нашу страничку. Все. То есть вы можете сделать сейчас, в зависимости от того, закрылись вы, работаете с доставкой соответствующим сообщения. И, допустим, мы его опубликовали. И, допустим, мы можем сейчас посмотреть, как оно будет выглядеть. Наше созданное сообщение. И вот мы видим последнюю новость. Наша компания SEO Quick. Вот, собственно, мы видим сообщение. Вот. Это, собственно, связанное с COVID. Сообщение по COVID. Вот можно увидеть, как оно работает. Можно увидеть, собственно, как будет выглядеть ваша компания. Вы можете обращать внимание. То есть вы увидите, сейчас появилась помощь. То есть здесь можно посмотреть. Но очень удобно, что теперь вот сразу выводится сообщение. Текстовое сообщение, без всякой картинки, которое позволяет клиентам узнать больше информации о том, что вы подготовились к пандемии. Простейший трюк. Сообщите. Не потребовало, вот для меня сейчас не потребовало никаких денег, никаких затрат, усилий. Вы просто зашли и сообщили. Что еще можно сделать? Собственно, для компаний, которые повлияла пандемия COVID, рекомендация по обновлению информации и уведомления о временном закрытии. Точно так же вы можете отметить, что ваша компания временно закрыта. То есть для того, чтобы отметить, что она временно закрыта, вы просто попробуйте и выбрать, что временно закрыто. Зайдите в сведения и закройте эту компанию в Google. Мы, конечно, себя закрывать не будем и просто покажем, как это делается. Так, 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 так. Вот закрытую временно. Если мы нажмем на эту кнопку, компания закроется на время. То есть будет пометочка, что компания закрыта. Допустим, ваш физический магазин не принимает людей. Вы можете отметить пометочку и временно его закрыть. Таким образом, вы не будете лишний раз смущать клиентов, чтобы они приходили и смотрели на закрытую дверь. Например, у вас есть кафе, оно работает на доставку, но оно закрыто. Ну, то есть времени приема нет. Можно сделать сообщение, у нас работает доставка, а само кафе закрыть, чтобы туда не приходили клиенты. Конечно же, если у вас есть самовынос, самовывоз, самовынос, то закрывать, конечно же, не стоит. Но об этом следует сообщить, что вход ограничен. То есть можно только делать самовынос заказов, которые заказаны заранее. Это тоже очень важно, к этому тоже нужно правильно подготовиться. Поэтому на этом вопрос, как местные компании, собственно, могут повлиять на это. То есть я рекомендую, собственно, создавать вот эту самую запись и, конечно же, отметить, закрылись вы или нет в Google мой бизнес. Теперь перейдем к Яндексу. Как там это сделать? На самом деле Яндекс тоже подготовился к пандемии коронавируса. Хоть она в России введена практически недавно, но уже многие изменения поисковик себе внес. И поэтому Яндекс справочник – это вторая ссылка для тех, кто работает в Рунете. Да и даже если вы в Рунете не работаете, но у вас есть ваша организация в Яндекс справочнике. И я рекомендую сделать то же самое и повторить этот трюк в Яндекс справочнике. А теперь я покажу детально, как это сделать. Сейчас мы перейдем в Яндекс справочник и сделаем то же самое для нашего бизнеса. Упомяну, что работаем мы или нет, ну и напишем соответствующее сообщение. Поехали. Для того, чтобы зайти в Яндекс справочник, вам нужно просто зайти в ссылочку Яндекс справочник, найти свою организацию и перейти в нее. Когда вы зайдете в вашу организацию, конечно же, вы можете увидеть. И тут много полезных свойств, которые, возможно, если вы впервые сюда зашли, вас она удивит, я посвящу Яндекс справочнику отдельное видео. Для этого мне нужны ваши лайки. Будет много лайков и я по Яндекс справочнику сделаю отдельный ролик, расскажу, что вам нужно обязательно делать. Ну и сейчас, если вы, конечно, в теме, и если вы зашли сюда не впервые, а если не зашли впервые, то тоже сделайте это. В первую очередь уточните свое время работы. Время работы настраивается, как обычно вы настраиваете временной промежуток в этом пункте. То есть, если вы же настраиваете время работы своей компании, вот вы указываете, работает она или нет, и в какое время суток. Ну и, например, можно здесь даже указать перерывы, допустим, которые у нас, например, не указаны. То, например, мы сейчас просто их возьмем и укажем. Ну и, конечно же, номер телефона мы забыли указать. Кстати, это очень-очень-очень большая ошибка. И сейчас, на что бы я обратил внимание, это то, когда вы будете сохранять свой результат. Конечно же, не забудьте сейчас и прописать все свои социальные сети, если у вас этого сих пор нет. Как у вас называется компания на русском. То есть, дописать все возможные названия на разных языках. То есть, видите, на разных языках можно это сделать. То есть, на самом деле, постараюсь этому уделить действительно больше времени в отдельном ролике. Но сейчас наша цель чуть-чуть другая. Вот. Мы сейчас просто показываем, как нужно изменить свое время работы. И действительно многие на это не обращают внимания. Все. Все мы поля сохранили. И теперь возвращаемся обратно на главную. И обращаем внимание, что время работы мы изменили. Если оно у вас временно закрыто, отметьте, что оно временно закрыто. Ну и второе. Это создайте публикацию. Здесь вы можете действительно добавить и то самое изображение, которое вы хотите разместить. Что вы работаете или не работаете. Ну и, конечно же, перенесите тот текст, который вы разместили, например, в Google справочнике. В своих публикациях, например, для, видите, как оно помечается. Изменение связи с COVID отдельной маркировкой. Точно так же и у Яндекс.Справочника это будет организовано. Вот. Мы берем и добавляем это сообщение. Вот, собственно. И если нас интересует, конечно, мы можем на него посмотреть. А предпросмотра в Яндекс.Справочнике нет. Мы можем просто зайти в Яндекс. И вбить сейчас название SEO Quick. Так, сообщение оно не выводит. Но подписаться на тему позволяет. Сообщение, сообщение, сообщение. Яндекс почему-то не вывел. А, почему-то они показывают Москву. Да, мы попробуем все-таки сделать Одессу. И все равно в итоге карта справочник нам не показывается. И мы этого увидеть не можем. В этом плане, конечно, Яндекс подкачал. Сразу проверить я себя не могу. Но хотелось бы видеть. Но, возможно, в Яндекс.Картах это будет выводиться. Хотя, вот же адрес. Очень-очень, конечно, Яндекс в этом плане подводит. Но если нажать на адрес, должны выводиться. Да, вот выводится наше сообщение в публикации. И публикации здесь идут общего формата, в отличие от Google. То есть, он просто рекомендует создать обычного формата публикации. Google же эти публикации маркирует отдельно. То есть, как вы видите, разница есть. И вот, собственно, мы можем увидеть все остальные пункты, конечно, которые мы можем. Конечно, всегда это делают. Нужно в справочнике оставлять отзывы. Старайтесь всегда оставлять отзывы на своих картах. Ну, собственно, как вы видите, в Google, если все выводится в отдельном элементе выдачи, в Яндексе это может выводиться, может не выводиться, в зависимости от типа вашего бизнеса. Нас, например, не вывел. Если вас выводят, вы, наверное, увидите аналогичный элемент. Вот. Как вы видите, все просто. Не потребовало у меня никаких денег. Заняло, если не ошибаюсь, 5 минут. Даже 4 минуты. Учитывая, что я даже отвлекся на номер телефона. И если вы сейчас это сделаете, вы уже сообщите Яндексу и Гуглу, что вы на самом деле подготовились и у вас магазин готов. И ваши позиции в выдаче могут подняться. Потому что на самом деле это то, что нужно сделать сейчас. Все сейчас это делают. Поисковик это рекомендует. Любые изменения контента могут положительно отразиться на вашей выдаче. Отрицательно точно никак это на вас не скажется. Потому что если посмотреть на официальные сообщения Дэнни Салливана, временное закрытие бизнеса никак не влияет на вашу видимость. Поэтому если временно вы закрылись и вы хотите об этом сообщить, но вы работаете там на доставке, но сама точка закрылась на видимость, падение позиций, это никак не влияет. Итак, это был короткий такой вот ликбез по поводу продвижения. Как действительно публиковаться. Здесь еще и публиковаться для сайтов органов здравоохранения. Собственно, на что нужно подготовить свой сайт. Это руководство тоже я бы хотел изучить. Но я ему бы уделил внимание чуть позже, потому что не все занимаются здравоохранением. В основном большинство клиентов, конечно, этим не занимается. Ссылочку на рекомендации я оставлю в описании. Вы можете посмотреть, как там он очень важно уделяет внимание метатегам. Очень мне важно уделяется внимание тайтлам, которые нужно уделять контенту, в первую очередь, которые будут верифицироваться. Следить за страничкой трендов коронавируса однозначно. Она есть отдельная страничка, которая следит за всеми вопросами, связанными по тематике коронавируса. И все, что люди интересуются. Просто зайдите по вот этой ссылочке, у нее отдельная страница, и посмотрите, что, собственно, люди ищут. То есть в основном тут по США можно, но выбрать можно, если не ошибаюсь, свои регионы тоже. Мы вот скажем, что тут выводится только США, как мы видим. Поэтому я бы порекомендовал вас изучить весь контент, связанный, если вы занимаетесь медициной, с тематикой коронавируса. И, конечно же, подготовить свой бизнес к тому, что у вас произошли определенные изменения. Во-первых, поставить нужный микроразметку Special Announcement. Во-вторых, зайти в справочник Google, Яндекс и поменять все свои данные. Ну и, конечно же, как говорится, не забыть подписаться на наш канал SeoQuick. Подписочек что-то сейчас стало поменьше, но это не значит, что вы нас не смотрите. Итак, я буду всем рад видеть все комментарии. Постараюсь ответить на все. Я закрываю все комментарии, даже если вы повторно меня спрашиваете, я на них отвечаю. И, конечно же, хотелось бы узнать, что бы вы хотели услышать в следующих наших роликах. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok